Отец Андрей, я думаю, меня поддержат многие Ваши слушатели. Расскажите нам, пожалуйста, о Ваших детях, а именно, какие у них планы на жизнь, кем хотят стать, чем заниматься, переживаете ли из-за будущих детей и воздействия социума на них? Спасибо! Дети, как дети, учатся и от какого-то социума мы их не защищаем. Они вполне себе социализированные люди у нас. Абсолютно, если Вы так просто будете общаться, это просто люди, как все. Они у нас не выделяются, не отличаются, на мой взгляд, от других ребят, девчат. Все точно так же, насколько мы переживаем, что на них будет печально воздействовать социум, как-то, Вы знаете, вот этот момент, наверное, мы уже и не переживаем, особенно за старших детей. Потому что, в общем-то, они, конечно, имеют еще люфт, но, в принципе, они уже сформировались. И, в общем-то, что уже переживать, там уже закончился процесс сформирования. И, к тому же, мне кажется, нам удалось вырастить их достаточно уверенными в себе и людьми самостоятельными. Поэтому они не очень, на мой взгляд, подвержены каким-то там манипуляциям со стороны. И вот, что на них социум как-то повлияет, они будут ведомыми. Возможно, конечно, но это будет уже их выбор. Так вот, я думаю, что там нормально все. Планы на жизнь с церковью никто пока не планирует свою жизнь связать. Вот это я могу сказать. Остальное, ну, они в процессе реализации. Старший, он стремится военную карьеру сделать. Дочь, она учится в Петербурге на маркетолога. А младший, он еще пока в школе. Он только девятый класс закончил, и у него еще два года. Только у него есть возможность определиться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...